Как организована выездная работа по противодействию социальным болезням, обсуждали на Координационном совете при обладминистрации. Также речь шла об интегрированной помощи людям с тройной патологией ВИЧ-туберкулез-наркозависимость. Проект организации выездной работы Координационного совета по противодействию социальным болезням реализовали в трех сельских районах с наибольшим уровнем инфицированности ВИЧ. Васильевском, Михайловском и Токмакском. Главная цель – повысить эффективность на местном уровне. Ради этого провели выезд в каждый район и несколько тренингов. Результат просто поразил. На момент проведения тренингов у членов Координационного совета был очень низкий уровень толерантности к представителям группы РИЗКО. Невысокая зацикавленность в залучении их до обстежения на ВИЛ-инфекцию и лечения. В результате реализации проекта в окременных районах обстежение данных людей увеличилось до 10 разов. На базе кабинета доверия сайт, открытый сайт АРТ, забезпеченный полностью послугами интернет-звязку кабинет доверия. Также на Координационном совете утверждают проект программы профилактики ВИЧ-инфекции и поддержки в том числе больных с ПИДом. Только за последний год синдром иммунодефицита приобрели еще 8% населения, как говорят, преимущественно половым путем. Ежегодно примерно 120 детей рождаются от ВИЧ-инфицированных матерей.